Доброе утро. Доброе. Я вот так буду держать лучше. Ну что, говорите, как там у вас? Как у нас, что у нас? У нас тоже благополучно все. Да я вижу, я все просматриваю, эти ваши рулетки. Вы еще живы, это удивительно, что вы еще живы, что эти рулетки вас не доконали. Да. Так, вы просто мне задали вопрос по поводу... Стиву послать. Да. То, что вы там напечатали. Я вам посоветовала все-таки этому нашему хохмачу веселому, а вы оттолкнули. Вот. Что там такое торчит на экране? На экране что-то такое... О, убралось. Все. А, поэтому... В этом вы правильно сказали, что хохмачу это не пойдет, потому что он под каблуком своего папочки. Очень мощный каблук. Заметили? Да. Вот. Ну, а Стиву не надо. А Стиву не надо прессовать лишней информацией. Хорошо. Правильно говорите. Потому что они разные люди, конечно, но тем не менее они дружат. Влезать туда нам бессмысленно, мы не поймем ничего. Будем просто молиться и ждать. Наша сила, как Кутуза говорил, отсидеться и ждать. Вот и все. Вот и правильно. Вот. Тогда бы, говорит, и Бородинского сражения не было, говорит, а то царь заставил его делать. Да. А все-таки вот вашу рулетку, я посмотрела несколько штук, почему вы не берете наушники там? Потому что, получается, у вас в основе односторонняя беседа. Это же очень быстро. И вы почти ничего не слышите. И они вас не слышат, откровенно говоря, потому что вы как-то говорите, раскрываете свою тему, но, как сказать, они задают вопросы, вы не услыхали, продолжайте дальше. Ну, это можно где-то один раз где-то. Дело в том, что это такая система, где слушать не будут больше пяти минут. И вот вчера один пришел, они уже сразу прощаются. Мы уже видим, в это время нужно успеть сказать. А один юноша, мы натолкнули второй раз на него. И уже один ролик, только с ним беседовали. Он уже зашел на наши ресурсы и теперь просится приехать в Потеряевку. Замечательно. Но, тем не менее, все равно, Игнатий Тихонович, чтобы лучше их слышать, одевайте наушники. Я вчера надевал, меня сняли с них. Слишком близко, говорит, заглушает. Ну, как-то отрегулируете. Я могу надеть. Вот так я вчера был на занятиях, сказали снять. Слишком близко. Просто микрофон надо близко к рту не держать. Вот так. А как я взял? Отодвигается. Микрофон отодвигается, Володя прав. Потому что вы же человек эмоциональный. Вы зажигаетесь и говорите очень быстро, очень динамично. И опять же, вы их пугаете многих. Они же совершенно спящие. Это такое болото спящих. Тем более, там мусульманы вам пошли целыми отрядами, пачками. Попробуйте. Это мой очень такой совет, очень деликатный. Знаете, вы начинаете говорить сразу о своей деятельности обширной. А потом говорите. Выходите на наши ресурсы открытым оком. Попробуйте им, этим спящим, начать рассказывать наш ресурс. И очень небыстро, небыстро. Наш ресурс носит название открытым оком. Мы открыты миру. И вот развивайте это название. Это достаточно им. Разбудите их только этим. Мы открыты к вам, как ваша мама. Как ваша душа. Там одна девчонка... Вот вы смеетесь. Одна девчонка вам говорит. Я верю в сатану. Помните? Да. Такая молодая. Вот. Веришь – это хорошо. Вера. Что такое вера, как ты понимаешь? Цепляйтесь за их фразы, за их слова. Не раскручивайте их. А то вы их глушите таким мощным опять потоком информации. А только две вещи. Вот мусульманам. Открытым оком. У нас общий Бог. Начинайте с Ветхого Завета и все. У нас общий Бог-творец. Авраам и так далее. Вот это здорово. Вы цеплялись. Многие это слушали. Продолжали слушать, не уходили. Но самое главное, действительно, это очень интересно. Развейте. Наш ресурс называется открытым оком. Что такое открытый око? Как Бог на нас взирает во все времена и всюду нас видит и зрит, так и мы, открыты вам, заглядываем в вашу душу, в ваш мир. Отзовитесь. Как ты в таком духе. И не очень быстро говорите. Вы очень быстро, быстро эмоционально. Нет никакого. Я просто скажу сейчас. Смотрите. Вот вчера я выставил ролик. Что такое рулетка? И кому она нужна? Специально ролик составил. Да, да. Там, посмотрите, как раз я беру все советы, которые дает у нас администратор, кто-то. Все эти советы выставляю. И что из них я могу взять? Когда мы заходим здесь, то обстановка показывает. Из 10 человек, ни один, даже доли секунды, он видит, что мы... Зашли к нему, у него кнопку нажал, мы пролетели, теперь следующий где-то. Теперь следующий заходит. Ну, я послушаю. Начинаешь говорить, он мгновенно, не говоря ни слова, отключается. Мне нужно успеть в отмеренной, которой две минуты сложить все, а дальше видно будет. Он задержится и дальше пойдет разговор. Я должен подать ему и сказать, а заинтересовать. Он говорит, вот этим, вот этим заинтересовать. Он не нуждается. Я вчера попробовал, ноль внимания никакого. Есть такое выражение у Шата Руставели, грузинского поэта. Конечно, да. Видите, с тигровой шкурью. Он говорит, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот у нас в деревне один, мы с ним беседовали. Он все время говорит, вот я не так, вот как бы вот так, тут бы тысячи детей там было. Я говорю, почему ты сам-то не делаешь-то? Он никуда не пойдет, ни разу. Вот если я не так говорю, я принимаю, давай я сделаю так. Но ты пошел на пенсию, работал на поезде. У тебя там машины, где собираетесь, ты всех знал. Не пил, не курил. У тебя друзей должно быть. В Потеряевке уже 15 лет, и у тебя ни один никто не приехал, ни один не позвонил. И ты когда ездишь куда-то никому, то есть у тебя никого нету. Почему? Теперь, вот у меня книги, если вы займетесь, посчитать, 15-й, 16-й том. Это о том, как я сказал на занятиях, кто может, напишите, как вы пришли к Богу. Как вы оказались в общине. Что вы ждете, что из этого объединения, тогда говорили об объединении с Московской Патриархией. Как это будет? Ну, написало где-то 86 человек. 86. Я скажу, что сегодня, по сегодняшний день, нигде в мировой практике этого не было, что прихожане могли сказать. Такое простое дело. Я каждому священнику, которому знал, написал, вы попробуйте, попробуйте, вы увидите, что в людях есть. Скажите, мало того сказать, напечатали? Это все в книгах помещено? Ну, и потом я, когда все это отдельно выбрал, запустил статистику, и в алфаэтном порядке сделал, и по количеству, кто много, до самого большого. Что получилась картина? Очень интересная. Люди рассуждительные, но везде я поставил эпиграфом из Слова Божия один стих в конце. А вначале идет вопрос. Вопрос, который я задаю, когда было, и как люди мне задают? Я тогда раз, и туда вставляю эту биографию этого человека. Он говорит, а у вас было, вот ходят к вам люди, много лет на занятия, ну, и в общину ни разу не попросились. А они прям с вами душой. Я говорю, и такие были. Это вопрос, дальше ответ. Ответ именно, первый вопрос. Как вы пришли к Богу, как пришли в общину? Я в общину не пришла, но я вот то-то, то-то, то-то. Можете вы составить, священники, которые говорят, ну, просто объявите, и пусть вам напишут. Ну, книгу вам не издать. Ну, хотя бы брошюрку какую-то издайте. Ни одного. Ни одного, ни за два, ни за три года. А за 30 лет ни одного нигде нет. Ну, вы совет даете правильный. Говорит, как он бывает тренер. Ну, я понимаю, если тренер у Емельяненко, Федора, как бороться, он может показать, ты вот так ударь, вот так захвати, вот так выправи. Он может. Ну, а за шахматным столом. Там не надо крутиться. Ты тренер, ну, садись и будь чемпионом мира. Пока ни одного случая, чем советники не были. Я этим не отталкиваю от себя совет. Ну, и на практике, я проверил, когда этот ролик поставил вчера, и сделал, как советовали. Результата никакого. Совсем никакого. Дальше. Ко мне на дом вчера приезжает один из нашей администрации, человек, там, два высших образования, там, программист, он все знает. Ну, ладно. Стали говорить. Вот, знаете, что вы берете, вот, это только так, а внизу, видите, вот эта кнопочка, да, вы ее нажмите, и там вы увидите, как вас сразу перекинет ролик на Америку. Там, допустим, 80 государств. Вот, надо на Китай. И везде русскоговорящие есть люди, которые сидят в этой системе. Тут есть рулетка. В этом рулетке, но только в разных государствах. Тебя кинет на то государство. Я говорю, а мы, когда вот здесь беседуем, то рядом в стороне загорается свет и показывает человек из Америки. И американский флаг. Мы дома сидим, и нет, он знает, понимаете, знает так. Мы сразу же сели за стол и стали делать. Ничего нету. Тоже, только у русских, такие там голые, там ищут, показывают. Там нету. Мы сделали один к одному. Хоть в Сербии, хоть в Белоруссии, хоть на Украине. Мы с Украины начали на Америку, в Германию зашли, как будто мы никуда не уходили. Только встретились, первый раз в машине едут баптисты в Америке. Ну, понятно, там и больше подоехало. Все, один к одному. У меня опыта никакого нету. Я просто чувствую, что ничего не изменится. Люди приходят сюда вот такое, как в поезде. Здравствуйте, здравствуйте. Ничего это не обязывает. Это, знаете, как хорошо. Не регистрироваться, ничего нет. У меня пример. Я вчера это привел. Вы посчитайте, когда зайдете. Вчерашнее было. Пример такой. Мы сидим в камере. Вот когда человек судит, ну, допустим, где-то была взятка, афера какая-то. И все равно там кто-то есть главный. И главного, который идет, а там, может, их 20 человек было, паровоз называется. Он тянет за собой всех, за паровоза. И я с этим паровозом сидел. Главный рыбак Алтая. У него приезжают первые секретари, космонавты, космонавты, там или вновь, где бы все рыбки покушать. А у него вагоны идут с Дальнего Востока, с Прибалтики, холодильники, реприжераторы. Север Владимир Митрофанович. Если бы в Америке это был бы миллионер или больше того. Мы сидим. Он все знает, все делает. А знания у него чисто профессиональные. В духовном он никакой. Ну, вот, открывается дверь, мы двое сидим. Меня специально посадили в эту камеру, а он курит. Идет суд. Ему накрутят 14 лет. Его за что посадили? Почему космонавты его не спасли? Вот, теперь. И он Мамонтовского района, нашего района. И он обо мне слышал и знает. И когда приезжали там прокуроры, и он говорит, о вас разговаривали. Я узнал подноготную о чем. И вот однажды дверь открывается, представительный высокий человек заходит. Увидно, что не изработался. На нем офицерская такая красивая одежда. А этот наш Владимир Митропанович ну что, попался? Здорово, Анатолий Максимович. А тут начинает. Ну и как твоя жена там с Соболевым все еще путается? У того вот такие глаза. Он говорит ему правду. У того жена, которая изменяет. А изменяет с милиционером. А тот капитан, а этот здоровый, он захватил его, стащил с жены и дал ему. А тот сразу раз, составили вдвоем и посадили его. И теперь, вот, а мы сидим на ту камеру 112-ю, называют камерой академиков. Мы беседуем. И вот я тут теперь могу показать, рассказать, какие советы, кто может давать и насколько они практичны. Этот ничего не умеет делать, но все знает. Я впервые видел, чтобы так люди считали. Книга, если 350 страниц, он две книги за день прочитывает. У него метод такой. Я его начинаю проверять. Проверять. Как вы считаете так? Надо обдумать. А я знаю. Память просто как машина работает. Я открываю одну страницу, посмотрел, какой Герой и говорю, да это вот об этом. Он как конспект дает. Я говорю, вот смотрите, вот это Новый Завес Псалтырию, 90-й Псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенем всемогущего покоиться. А он лежит на нижней кровати, на шконке, маленько на уголок от меня. Он прочитал, глаза, гляжу, закрыл, но что-то, нужно с одним книгу читать. Пошевелил губами, гляжу, заново читает. Опять пошевелил губами, третий раз читает, потом отдал мне, говорит, а его нельзя законспектировать. Здесь, как костяк в человеке, связано одно с другим, я должен разорвать и что-то упустить. Я должен перечислить только подряд. С первой строчки на последней. То есть, опыт его, знания его показали. Я его, начинаю, как Туполев был, верующий какой, Гагарин, с какими словами последний матерком погиб, он что был, он все знает абсолютно. И вот, когда он зашел, и теперь они между собой столкнулись, где-то. Теперь выбирай, что? Этот технарь, а этот интеллект, а вот этот интеллект, теперь, а у них общего, ничего нету. Но общая тема есть. Что? Рулетка. Я к чему рассказываю? Рулетка. Вот он, я, говорит, еду из Москвы, ему охота рассказать, какой он важный. А он здесь полковник, дальше только генерал, начальник летного училища. Одно время был. Лозин Анатолий Максимович. И вот в разговоре гляжу, они открывают друг другу души. Этот говорит, ну вот, что сказать-то. Я еду в поезде. Ну и у меня купельный вагон. Я захожу, а там одна женщина. Поздоровался я. Ну и все. Но дальше больше как-то они коснулись друг друга. А дальше они уже вместе спят. И она говорит, ой, я посмотрел, вот такой мужчина зашел, и какой скромняга. Он только думает о ней, она не знает. Это вот ничему не обязывающая встреча. Вот они это подчеркивают. Внезапная встреча, никому никто не должен. Мы поговорили, встали, адию. Гудбай. Мы разошлись, и адрес не взяли даже. А этот тогда начал разговаривать. Ну, у меня тоже есть там Татьяна, а жена Нина у этого, у рыбака. И вот, и они там это, с директором соседней, от нас, 15 километров, здесь сельсовет, директор Анатолий. И у того Татьяна, и у этого Татьяна. Ну, как оно все же одинаково. Одинаково. Нет. Директор этого накрывает. С этой Татьяной. А тут ему отместку, теперь всего с той Татьяной. Но этот считает себя лучше. А то они хвалятся, чем рулеткой. Что у него есть. Но этот сразу же так, ты уже, ну, такая-то, знаешь, я сегодня здесь, завтра там. Это мой, мной, который, со мной сидит сиверта. Да. Ты знаешь, Таня, тебе надо учиться. Ну, ты кем работаешь там? Секретарьем? Нет, это не специальность. Специальность должна быть такая, чтобы ты могла все обеспечить. Он ее снабжает всем, он ее учит и поднимает. А тому нет, он познакомился, у того рулетка, а у этого нет, случайно, связь и забота. Так вот, этому, ни одной передачки не было, который, по этой рулетке-то, живет-то, космонавт-то. Со всех сторон. И, которая охранится, она, оказывается, была у него, и он ей квартиру когда-то дал, с ней отношения не было, он всем работникам сделал квартиры. Потеряевские земли, которые он, к нему отдали. У него табун или два лошадей. Теперь распахивает землю, все дает. Рыба по самой низкой цене. То есть, он, если бы в Америке было просто, я не знаю, какой делец, а тут за ним что-то где-то нашли, где-то там, что-то стадион они ремонтировали, но люди-то приезжают, кормить надо. И он, трубы написал, проводили трубы, а их не проводили. Засыпали, он за все деньги-то получал, чтобы кормить надо этих клиентов-то своих-то, космонавтов-то приезжают-то. И вот я теперь и посмотрел, и вчера я это все рассказал, кому нужна эта рулетка. Вот. Это половина раздетая. Я видела. И теперь, вот, только я нажал, вхожу, сразу какой-то мелькнул, он видит, что мы с бородами, он сразу выключает. А другой маленько останавливается, а третий, до полголовы, вот так вот видать тело, а головы не видать. Это все нарушение правил. Я прочитал правила, условия, какие здесь. Что, что, как должно быть. Все правила нарушаются. Показывают, что не следует показывать. Вот. И поэтому, я советы все принимаю, и сразу притворяю в дело. Практически-то, нам одно нужно, чтобы человек согласился хотя бы пять минут послушать. А они начинают... Да-да, надо чем-то зацепить. Зацепить их надо. А вот вы все спешат. Вот с батюшкой говорить нельзя. Я не могу сегодня, это в другой раз. Они все бегут куда-то, куда-то бегут от себя. Бегут... А вот вы с этого начните. Сразу. Слушай, не убегай. Я знаю, ты хочешь убегать. Я ему говорю, он нажал, и больше его нет. Его вернуть назад нельзя, он уходит навсегда. Один раз встретился человек, вчера, Кирилл звать, с которым мы разговаривали. И он сразу, а я уже зашел к вам в интернет, то другое. И все, разговор пошел. И мы с ним беседуем чуть не час. Он никуда не идет. Он нашел нужно, и мы нашли. То есть, наша оправдалась. Поэтому, зная примерно среднее, сколько могут слышать, я должен успеть сказать и показать. А для этого у меня, вот я показываю вот так, вот смотрите. Он не понимает открытым оком. Ему пять раз повторяю. Я тогда показываю, написал в двух вариантах. Вот так вот. Вот так написал. Если вы это же напишите, вот открытым оком, напишите слово сайт, будете на сайте. Если напишите все и напишите вот это, форум, будете на форуме. Но если нужно будет по скайпу, зайдете ко мне. То есть, связь уже есть. И он сразу же фотографирует, все. У нас очень успешно пошла здесь работа. Я совет это принимаю, но вижу, некоторые советы, они уже нами употреблены, и еще это не дает. Вот когда мы ездили, представьте, мы приезжаем, а у нас задача была, план какой, в течение недели мы должны посетить 25 городов. В течение одной недели. С книгами, когда ехали. Я везде дарил полный комплект, 38 книг. Это 750 евро. Меня никто не ждал. Вдруг я приезжаю. Кто? Обо мне они не слышали, не знают. В интернете найдут только отрицательное. Моя задача, в течение самой большей 10 минут вызвать доверие к себе. Доверие к книгам. Отдать, получить документы, что они будут хранить, чтобы они расписались, печать поставили. Простить все и уехать. И мы дальше едем в другой город. Мы должны, как они открыли библиотеку, и до вечера 5 городов и районных центров посетить. Понимаете, задачи, которые никто никогда в создании мира не выполнял. Ехать с дарами и ехать от Тихого океана до Атлантического, захватить противоположный берег Черного моря, Турция, Прибалтика, Скандинавия. Это невозможно. Но вы сделали, да. Дорога едем, а Сергей сидит рядом. Он набирает такой-то город, Абакан. Он берет библиотека, связывается с библиотекарем. Так, вы такое знаете, нет? А что? Да у нас сегодня день там, скажет, санитарный день нету. Так, мы издалека едем. Постарайтесь никуда не уходить. У вас рабочий день до сколько? Да до пяти. Мы в полшестого должны у вас быть. Мы не знаем, где остановка будет. Что? Мы приезжаем, а там уже люди сидят. Уже собрали. А в другом месте она что-то... Я гляжу, я не могу никак документ получить, а уже проходит 15 минут, это уже у меня потеря времени. И тогда библиотекарь говорит, помощница, директор, она пошла звонить. Она звонит весь город, все библиотекари сейчас будут здесь. Понимаете? А я-то не знаю. Моя задача вызвать полное доверие. Но когда я это сделал, книги уже передал, а директор только приходит. Если бы она была рядом, это самый благоприятный исход. Директор сказал, а ее не было. Она сразу... Никаких книг нам не надо. Она отстала от самой простой работницы. Ее не было. Теперь моя задача в срочном порядке как бы мысленно отодвинуть этих и показать ее значимость, и ей заново все начать говорить, чтобы ее поднять в глазах ее работников, и тогда она даст мне... Понимаете? Отличный метод. Я все время должен маневрировать. Вот такую гибкую не политику, а подход. Ну, представьте, мы прошли 650 городов. Это какой опыт? Ты в одном месте попробуй. Возьми что-то с собой, книги купи. Приди в библиотеку, где тебя не знают. И вызови доверие, чтобы твои книги на первом месте стояли. Да мало того. Я еще не уехал, их начинают разбирать. Она кричит, я еще не записала. А люди уже поняли. Каждый тянет, потом запишешь. Я все это испытал. А мы в это время снимаем, и все это снято. Фотографии и видео. Понимаешь, какое дело? Не то, что я совет отвергаю. Нет, я все вчера высказал в чате. Советы. И я выстроил эти советы. И по ним вчера день поработали. Результат ни с места не сбегается. Но мы кое-кого успели упустить. Понимаешь? Я должен смотреть, как он встретил нас. Как поднял, как поднялся, как смотрел, куда он отворачивается. Я все должен видеть. В какой момент начать ему показывать. И как он будет дальше вести. А он не говоря ни слова. погас. Он нажал кнопку, он улетел. Ну, я его оставил, показал. Вот такая будет у вас ситуация. Как вы разрулите ее? Вот позавчера... Позавчера ко мне приехал сюда человек один. Это военный следователь КГБ, который обратился к Богу. Стал священником. Как мы первый раз встретились, как он был недоволен, сильно такой, я вас хотел там с пятого этажа вытянуть. Вот так. А теперь он обратился. У него там была семья, и он с женой договорился платить элементы не через организацию какую, а прямо... Ну, получилось, разошлись. А здесь он... У него отец был приспитер у баптистов, который он девушку присмотрел, а у ней диакон по-баптистски. Для нас они никто нету. Но они познакомились. А как познакомились? У него голос такой, менторский. А мне нужны были чтесы, когда я насчитывал Яна Златоуста. И когда пятый том стали считать, я с ним беседовал, и его задело. Тогда я ему дал, говорю, можешь помогать, будешь? На катушке. Он считает. Считает. Остановился Наташа. Да какие-то, если Златоуст правду, тогда мы не церковь совсем. Она, Вася, ты сам смотри как. Она очень кроткая, смиренная такая. Ну, с детства верующая. И они тоже отец, и ее и ее отец Капидры, родящего 67 баптистов, зарегистрированы. Проходит время, у них вечеря. Он тогда встал и говорит, скажите, пожалуйста, Алексей Дмитриевич, это баптист, пресмитер Никонов, мы сейчас вот это взяли, Ну, говорит, ну, что, хлеб. А когда даете, мы что едим? Он говорит, хлеб. Так у нас есть это, называемое, присуществление? Так нет, это у православных. Это у православных. Вот когда, Наташа, ты слышала, да? Вставай, пошли. Православный, Никитина, 137, через два квартала. Встал, до свидания. Я пошел туда, где есть то, без чего нельзя спастись. Согласно 6 главы Евангелия Теана, кто не будет есть и пить, не будет иметь в себе жизни. Все глаза на него, представь себе, от пристыкера, сын, это, и они ушли. И мы стали еще ближе. Теперь он уезжает, то есть поехали в Новосибирск, в полное погружение, он призвал друзей, и во время крещения две лютеранские семьи обратились, при крещении. Тут все было обдумано. А у него только от этой уже Наташи сын был и дочка. Сын Петя. Вот если вы зарядите, зайдите в интернет, Толстенко Петр, это сын его, вы посмотрите, какой он, бас, скажется, или баритон. Толстенко Петр. Привет. Петр Васильевич. И как-то белорусский театр говорит, наконец-то у нас настоящий появился там, кто, баритон или что. И он поет, князь, это Бородина, князь Игорь, вот дайте, дайте мне свободу, я свой панур сумею искупить. И он пошел, он, это сын его, я про сына говорю, и стал диаконом. Ну, это другая история, но сын его, сын у меня был в лагере, непокоревый такой, я однажды его изгнал даже из лагеря, чтобы его забрали. Он здоровый, крепкий, видный, а полюбил девчонку такая прям, ну, незначительная, но, видимо, ему нравилось, и она ему отказала. Он не знал, как, что делать, и принял монашество. Когда... А, я помню эту историю, помню, помню, да, 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 и потом его повела. И теперь он приходит, а теперь-то он по-настоящему полюбил, а уже монашество. Он ко мне приходит, от церкви-то два дома-то, что делать? Я говорю, ты знаешь, что я не согласен с клятвами монашества? Да я потому и пришел, но здесь я не выступлю. Ты обещал не мне, а Богу, ты обязан выполнить. Недолго, всю жизнь, до конца. Я не могу. И, наконец, он ушел, и сначала он где-то там пел, а потом там консерваторию окончил, и большие такие театры. И там нашел или совету, и с ней поженился. Но веру Бог отнял. Она и так была маленькая. И вот позавчера его отец, вот Василий Федорович, Василий Федорович, он приехал и зашел ко мне. И мы стали беседовать, и он говорит, я говорю, что ж ты не сказал, что с Наташей-то? Он говорит, да что, мы как-то беседовали. Ну, кончилась беседа, я говорю, пойдем в другую комнату, там вроде теплее или еще такое. Ну, что, продолжим дальше? Она говорит, что продолжим? Ну, говорит, а что говорит? Я понял, она все забывает. Мы поехали тогда в Новости в Красноярске, там топами, или как называется, все сняли, осциллографы, посмотрели. Когда она вышла, врач отдельно мне и говорит, ничего нельзя помочь. У нее, говорит, большое покрытие полушария, раком, раком. Мы стали облучать, за ней приехали, взяли, а там лопнуло, и кровоизлияние в мозг. И она умерла. Умерла, и в пятницу ее не отдали, суббота, воскресенье, выходные, на пятый день только хоронили. И мы теперь поговорили, вот здесь, где я сижу, вот на этом же стволе, я сижу, и там рядом он. Но когда он помог мне читать Златоуста, пятый том, и когда, а почему я сам не насчитывал, мне всегда казалось, мой голос не такой, там, писклявый какой-то, там, кто другой, а он говорит, таким баритоном. Но, когда я пленки-то стал размножать, отовсюду поступили заказы, пересчитайте пятый том, это не пойдет. Почему? А почему? А он считает так, как военные считают, он дает приказ. Он в обстановку в эту, ну я, вот он был здесь, я при нем мог бы даже не сказать этого, ну, он это знает, пришлось пересчитывать. Почему? Ответ один, он не вошел туда, а я представлял, что я златоуст, я говорю это, если я читаю «Житие святых» или «Отец Арсений», вот эта книга, ее слушают и все плачут. Почему? Потому что я читаю и плачу. Это все передается. Как вот в Латвии, когда я там склонялся, где молился-то, в Латвии, 52 года, видите, вот такая история. И вот здесь также, я возвращаюсь к этой рулетке. Я вчера полностью сделал разбор, кто ее сделал, кто написал, написал мальчишка, 17-летний, в эту систему составил-то, Терновский Андрей. И он о себе пишет. Учился я всегда на двойке, а тут 10-й класс, надо сдавать, я круглый отличник не могу, мне стало думать, а Терновский фамилия, я вижу, что эта фамилия обязывает к чему-то. Эта фамилия не наша, не русская, а те, которые дают искусственно. Если она там какая-то, Моисеева, то она будет Королева. А тут, тут, тут у меня ждали хирурга, это хирурга, врача-профессора, когда психиатрию держали в тюрьме. Приехал Моисей Аронович в Мазур. Ну, Моисей Аронович, ну, что тут тебе доказывать-то, кто это такой? И вот это Терновский Андрей. И он тогда изобрел, и вот это вот, а изобретать что? Это не Билл Гейтс, ему не надо было ничего о это думать. Это не интернет, где Тим Бернерсли изобретал. Он взял готовое, но только сделал так, не регистрироваться, как двигаться, что, зачем. И он стал миллионером, 10-й класс не закончил, ехал в Америку, и сейчас там живет. И в Америке никому не дает интервью, я его называю, смотрю, и еще он будет давать интервью, когда у него неграмоты, ничего нету. Когда это случилось? Как давно? Недавно? Да не, там написано даже все. Вот, Терновский Андрей, вчера я выставил ролик, что такое щад рулетка и кому она до зарезу нужна. Я показал примеры процент мусульман. Почему? У них официально 4 жены, но минимум 44 наложницы надо. И поэтому это для них. И они готовые добычат, а деньги он даст ей, а она будет зарабатывать. Другие женщины, они показывают себя раздетой, я готовая, ничего не надо там, просто накинуто, только скинул, я уже готовая, плати деньги. Я разобрал подробно, почему скрывает себя, почему так, там бывает, ну, моего возраста, там никого нету. администратора, когда скажете, что 80 лет, да, действительно, люди это, а зачем вы здесь тогда, и как что, теперь скажите свои биографии, заинтересуйте. Я говорю, ответы правильные, но у меня задача другая, и Бог по-другому на это смотрит. Моя задача, как вот при библиотеке, кратко сказать это, и успеть сказать, для чего мы пришли сюда, чтобы вы в ад не попали. Я должен коротко, четко, ясно выразить мысль. Мы христиане, православные, а он уже насторожился, и мы свидетельствуем о распятии Христа, умершего за грехи всех. Так они не будут слушать. Если он избран Богом, а ему сердце Бог откроет. Ваше рассуждение, которое даете, все правильно, без учета того, что я не специалист и доверяю во всем Богу. И вот я вижу сейчас, которые люди заходят, они нас искать будут. И вчера я вы, ну это через неделю, будет пример, вы за всеми нашими роликами следите, вы на него наткнетесь. А Кирилл звать его, такой представительный юноша. Теперь с одним я там беседую, с мусульманским юношей. Который хочет выбрать путь священника, один очень долго с вами разговаривал, он хочет путь священника, но его толкают на какие-то физические институты, чтобы он занимался техническими науками. Нет, он на врача учится. А, на врача. Но вот именно он к вам вернулся, да? Этот человек. Да, он вернулся, а мы опять наткнулись на него. Вышли. Он один только очень заинтересовался. Очень даже. Очень. И тут как листы идут, и так как на него вышли. Опять. А вышли он, о, и все, теперь он уже был, мы вчера ему дополнительно, и посмотрели, слеплять не с кем. Он один занял целый ролик. Вот наступил момент. Один этот, один, одна душа, она оправдала наше пребывание. Вторую неделю мы находимся здесь. И все оправдано. Я помолился, Господи, талант, который был у Сергея Козлова, парализован. Дай мне. А ты, Сергей, там походатайся, чтобы Бог отдал мне. Я в это верю. Я верю, и по вере вашей будет вам. Нигде не написано, что верующий как волна. Неверующий как волна, развиваемая всеми. И вот, придя сюда, и наконец я вижу, я созрел для того, чтобы объяснить, что это за канал, кому он нужен, зачем сюда люди приходят. И вот, это дно ада. И мы сюда пришли, на самое дно опустились. И вот одна душа найдена, она дороже целого мира. Как долго, сколько времени вы так занимаетесь каждый день? По 5-6 часов? Или больше? Ну, в этой системе меньше, Володя уходит. Мы сегодня, вот еще даже не начинали, потому что батюшка приехал, тут надо встречать. Сегодня у нас 36 градусов мороза. 36. Первый раз в этом году. А раньше-то было 40 с лишним градусов. Нет. И поэтому мы еще не успели. Ну, я свое дело тут делаю. Вы помолитесь, на меня очень сильная сейчас охота идет любыми путями закрыть наш YouTube. закрыть. YouTube закрыть? Закрыть, YouTube полностью закрыть. А такие прикольные. Несколько лет. И вот находят какое-то, ну, что не соответствует тому. Вот, сейчас нашли, что такое. Мы там беседуем где-то, вот здесь сидим за столом, вот я. Тут Никита, я спрашиваю, как ты приехал с Украины? Ну, почему? Я ему отвечал, парень 25 лет, а почему не работаешь? Иди на шахты там на Украине, работай. И дальше, я не знаю, из какого он места, Борисполь, он говорит, а так ли не так? Я говорю, ты твердо уверен, да чего же я не знаю. Так, слушай внимательно. Через два часа ты должен мне прислать фотографии. Фотографии такие, паспорта, трудовой, военного билета. Я помню, помню, да, помните? А теперь, я говорю, вы подойдите к администрации города и вот так вот руку сделай. А пойдете к военкомату, отдайте счастье, чтобы фотография была. И он все это сделал. И я ему разрешил тогда приехать. Но когда он приехал, мы вот здесь сидим за этим столом, вот где я сейчас сижу. Я говорю, ты знаешь, какая обстановка в мире? И куда мы дожили? Ты молодой парень, 25 лет, говорит, так кровь с молоком. Ты смотри. И я ему показываю, там такая была, тоже это в Ютубе, пчелки называется, в городе Оренбурге, в школе. А, я помню, да, да, да. Они одеты и так, голые задания там на четвереньках, и все это как бы движения такие делают, их много, и они сразу набрали там миллионов 15 просмотров. Помню. Почему? А это вот есть и рулетка. Тут все понятно. Головы не видать, задницу видно. Все. Тут уже люди валом валят, на запах. Теперь. Я ему кадры показываю. Я ему кадры показываю. Взял, включил, ну и выключил. Я говорю, это не все, что в Германии делается, ты посмотри. Но в Германии сделали так. Полностью уничтожили стыд. Девчонки, 9-й, 10-й класс. Совершенно ни нитки нету. Выходит в спортзал, и преподаватель, и ребята все здоровы, все без всего. И что, перетягивать канат, чтобы упали они. В кучу малую сделать. Совершенно ничего нету. И я ему показываю. Вот смотри, куда дошли. С нас что-то спросится, если мы не ели. Больше нету. Это было 4 года назад ролик. Его нашли. Кто-то охотится. И туда, в администрацию Ютуба. А те-то только ему показали, открой, 9-ю минуту такую. Они не говорят, я говорю, это осуждаю, и говорю, смотрите, чтобы дети ваши не попали. Там, видимо, этого не разбираются. Это предупреждение. Предупреждение. Ролик они снимают, мне выказывают ролик. Будете, нет, сейчас еще не послали, сейчас будут материал готовить. В течение 7 дней вы должны показать опровержение. Если вы не докажете, это остается в силе на 3 месяца. Через 3 месяца, если за вами другого не будет, замещание, это исчезает и нигде не числится. Вообще не числится. Но если в течение 3 месяцев будет хоть одно замещание, мы на полгода отрубаем. Если еще где-то найдено будет, что-то полностью уничтожается ресурс. И вчера поступило предупреждение. Сегодня мы это готовим. Первое было до этого, оно закончилось 21 января. Только закончилось, через 10 дней другое. То есть они ищут. 4-х летней давности, я уже забыл даже, что показывал. А тут так, бычка продают, его выводят, колят, обдирают, мясо рубят, называют маркетаны. И уезжают. Все показывают. Показывают. 50 тысяч куриц привозят, как их сразу забивают, как обделывают, как в Китае. Показывают, как убивают жирафа, как кенгуру, свиней, коров. Все показывают. Но за мной охотятся. Вот я бы показал, как бычка вывезли, как его свалили, это можно. Дальше, как обдирают, можно. Но на момент, когда бычку втыкают нож, этого нельзя. Это замечание. Ну, лицемерие. Ну, вы видите, бушевые эти ножки, там, куриц привозили. Все видят, как. Они тщательно глядят за этим. Я показываю, но в интернете все наполнено. Притом, я не просто показал, а говорю, вся тварь покорилась в суете недобровольно. Мне до того жалко. Я стою, чуть не плачу над этим бычком. Придет время, этого не будет. Они этого ничего не знают. А я пропагандирую то. И не предупредил там что-то, что до 16 лет не смотреть, а до 16 лет может и не надо, но бывает какое-то сглаживание. И в течение трех месяцев Аминия держали на поводке. А теперь ничего нету. Они за 4-летнюю давность все-таки, но YouTube-то не будет искать. Нас миллионы там. Это за мной охотятся. Почему? 17 тысяч человек я заблокировал. 17 тысяч за мной смотрят. Они видят одну сторону и не хотят видеть другую. И с этими пчелками вы именно их обличаете. А они почему-то это не увидели. Они не будут смотреть. Тут игра идет. Игра. Притом ничего нету. Совершенно ничего нету. Что я сделал не так? Где? В одном месте это дети работают, они должны работать. Это эксплуатация детского труда. Замещание. Предупреждение. Как? Дети работают. Дети не платят ничего. Бесплатно. И мы для себя готовим дрова. Взрослые дети. Я как буду пилить? Как я могу обеспечить? Государство не дает. Это не касается. Дети работают. Они не должны работать. Да. Это вам еще одно испытание. Как вам это? Другое. Испытание-то не мне. Если у меня сегодня все отнимут, я-то остался тот же самый. Но труд-то какой. Труд-то. Ну вот я говорю, вам испытание и проверка, вам, значит, надо еще как-то мудрее, что ли, тоньше, осторожнее. Ну нет, четыре года назад. Осторожнее. Четыре года назад. Ну, накопали. Увидели там где-то, дети везут тележку с картошкой, себя везут. Сразу замечание. Да как же без этого-то? Мы детей приезжаем к труду, наоборот, это положительный эффект. Нет. Ну, еще сделаешь-то. Но главное, что за период трех месяцев еще не было, чтобы два предупреждения. Только одно кончится. Три месяца смели. Сразу же поступает другое. Это Господь нас держит на взводе. Они могли давно уже это все сделать, но пока нет никакой возможности. Да. Опять же вспоминается отец Александр. Он говорил, нас не давят, нас поддавливают, чтобы мы не спали. Ну, да. Вот вас так поддавливают. Потому что вот так, чтобы сразу одним словом закрыть, у него этого не было. Его там узнавали где-то, что-то. Здесь именно весь труд, который был у меня за последние 10 лет, они сметают. Нет. Это значит меняется. У меня главная сегодня работа это канал. На канале все. Это златоуз полностью разбитый на файлы. Житие, Библия, Архипелаг ГУЛАГ, Добротолюбие, 4 книги, полные там по 800 страниц, Григория Диченко. Это все уходит. Вот поэтому о нас побеспокоилась Испания, ее звать Ерма, она прислала тысячу евро, чтобы мы копию сняли и все ей переслали. И они откроют точно такой же Ютуб, но только по-другому называются. То есть ваши материалы будут туда проходить? Уже все сняли и уже стоит на том, чтобы человек должен оформить въездную и выезду и едет туда работать. Уже все сделано. Что они будут ваши записи прошедшие прокручивать или то, что вы сейчас на камере... Сделать такой же канал, как у меня. Параллельный. Параллельный. Но вы-то здесь, а не там. Они не дадут. Когда я ставил это время, я сообщил в Америке. В Америке сразу открыли два канала копии моего. Не канала, а сайт. Сайт. Вот так. Баптисты. И заплатили деньги там все, что там для открытия требуется. Видите как? Здесь, ну если так Господь сделает, я же молюсь, я верю, что мне это не принадлежит. И Бог сделает так, как Ему надо. И наша жизнь, до определенного момента, а она еще где-то чуть-чуть маленько нам принадлежит, а дальше все Божье. Вот так. Да, тяжело. Это грустные новости. Да, это новости. И, конечно, для меня это очень сильно значимо. Я, когда только сайт открывали, я сразу сделал объявление. Открыть в Малой Азии, так, в Южной Америке, ну в разных местах, три или четыре. И Сергей, вот этот парализованный, я ему не говорил ничего. Он сам, этот надо сохранить, сайт. А Ютуба у меня еще и не было тогда. Надо сохранить сайт. Я говорю, да не надо, пока держится где-то. Нет, надо сделать, я его улучшу. И он нанимает программистов из Израиля и из Белоруссии. Я говорю, да они же не будут даром. Но не даром. Я кое-как узнал, сколько он, он заплатил 300 тысяч. 300 тысяч рублей, который день. А у меня 8 тысяч, сегодня только пенсия. У меня 145 долларов в месяц пенсия. Вот тут и плати, и расшикуй. И он это сделал, и этот сайт работает, но я к нему доступа не имею пока. Да мне там делать нечего. Вот есть люди, которые понимают ценность того, что у нас есть. У нас есть то, что ни на одном сайте, ни на одном ютубе, нигде в мировой сети нет. Просто нет. А могут они создать? Нет, не могут. У них времени нет. Ну, кто будет насчитывать златоуз 12 томов? Нет времени, нет такого багажа, архива гигантского, который вы собрали за ваши 40 лет. Вот сейчас мы с Сергеем переписывались в моем мире. Из моего мира я все это выбрал, и нашелся человек, тут Евтушенко Сергей, и он занялся, и получилось 8 роликов. Вы посмотрите, моя переписка с Сергеем Козловым, умер который, и получилось 5 роликов, и как там идет лента, останавливается, и как картинка, я говорю, стрелка к нему, если он, то стрелка ко мне. Видели, как оформлено? Я это видела, я вас опять немножко поругала, что не было, вы выставили черновик, не было резкости, я видела. Теперь ясно, и дольше время, и можно останавливать, считай хоть целый день. Хорошо. Видите, как Господь делает, находит людей, я бы никогда не сделал, мне очень понравилось. Почему? А этому YouTube нельзя предложить такой материал для сравнения, чтобы они хоть немножечко увидели, чем вы реально занимаетесь. Ну не знаю. А никаких там пчелки четырехлетней давности. Вот это, которая попросила, она литовка, а он, видимо, испанец, из Испании. Но до того она добрая, она узнала, какая нужда у нас, а они все книги мои выписали, заплатили, там 750 евро там пришло, но она говорит о том, что они уже как православные, не знаю, пересчитывай-ка или нет. И вот она узнав, что тут у меня такие бывают закавыки, она сразу выслала тысячу евро, чтобы мы сделали копию. Вот эти, когда дома купили, а там надо комбайны называют эти, кухонные, и она на все деньги выслала раз и другой. И мы в магазине все засняли и в Испанию сразу отправили. Мы не встречались ни разу с ними. Вот Бог как делает. Ну вот, это всегда. Да. Здесь одна страна, там другая. Все рядом. Чтобы нас, Господь, нет своих. Я знаю, сверх сил Бог не дает испытания, но мои переживания это не за себя. У нас просмотров сегодня 30 миллионов. 30 миллионов просмотров. 30 тысяч с чем-то подписчиков. Нас отнесли к средству массовой информации наш YouTube. И вдруг, ну там сколько людей летует, я назвал цифрой, 7 тысяч. 7 тысяч, которых я заблокировал, не 17. Но это достаточно 7 тысяч, которые озлоблены. И притом я никому не должен ничем. Ничем. И каждый день заходят и всячески поносят и матерят под разными, некоторые, может быть, под разными фамилиями, там, какой-то процент. Почему? Дело Божие. Положительно то, что пока они у меня тут крутятся вокруг моей колокольни, они в другом месте не могут зло делать. Я оттягиваю на себя силы. Вот как Ленинград. Он ничего не делал, но он заблокировал армию Монштейна, целый фронт держал на себе три года. Вот это положительное. Ну вот за это и надо молиться, чтобы вам еще Господь давал силы держать это все на себе. Ну вот видите, у нас в этом в чате заготовлено сейчас уже около двадцати роликов. Заготовлено. Это рулетки? Это рулетки? Ну, это ролики. Там в каждом ролике до десяти человек, которые выходят. Мы так сделали, чтобы на полчаса каждый ролик был. Ну вот так. Находятся люди. Мы молимся, им говорим, мы молились и вышли к нам навстречу. Вот такое дело. И тем не менее, все замечательно, все идет. Да, но если только приедет этот Стивен-то, ну тут уже дело покажет, я ему сбросил материал о крещении с переводом на английский язык, ну технически. Самый полный материал, какой у меня к истинному православию. Там. Он книги-то еще не получил ваши? Я еще не отправляла. Нас здесь тоже завалило снегом на неделю. Только сегодня можно было выехать. Пусть он в руках подержит и увидит. Обязательно. Я просто уже приготовила этот подарок его имя на крещение. С открыточкой все отправлю на этих сегодня-завтра. Один вышел на нас, человек, и оказывается на нашем ролике давно, и в Англии. Но я, говорит, латыш. И поэтому у меня, говорит, два адреса. Латышский, я выезжаю. Я ему сказал, ему надо новый завет и к истинному православию. Я говорю, это стоит вот столько-то. Здесь евро не дают. Только доллары. В долларах это стоит столько с пересылкой 200 долларов. Он сразу 200 долларов скинул, я вчера получил, и вчера посылка уже ушла. Все. А как вам посылают? На Пел Пан? Какой у вас адрес пересылки денег? Какой адрес? Ко мне деньги или что? Как вам посылают деньги за книги? Ну, очень просто. Он, если в моем мэре переписывается, он идет в Вестер Юнион. А, Вестер Юнион. Он переводит 10-значную цифру, мне пересылает, от кого я знаю, и все, больше ничего не надо. Я иду и в этот же день получаю. Вчера пошел, сразу получил. Я знаю, Вестер Юнион. У вас еще банковские реквизиты есть. Да, Надя, это не для этого, я то забросил. Это для России внутренняя, банковские. А для долларов это только так. Вестер Юнион. Хорошо. А в одно время у меня даже для долларов была книжка. Я не знаю, книжку где-то потерял, наверное. Давно никто не посылал. Вот так. Еще есть такое слово «Spellpan» называется. Нет, там есть какие-то, там и «Калибри» есть такие, там «ВКонтакт» называется. Лучше всего, маленько они больше берут. Абсолютно проверенная организация Вестер Юнион. Капитальная такая. Да. Ну, ладно. Ну, хорошо. Все. Оставайтесь с вашими трудами. Вы, когда дома у вас будет сын, выведите меня на него, я с ним поговорю. А, мой старший сын? Ваш сын, когда приедет в гости, вы с ним выйдете на меня. Я его приглашу в Потеряевку. У меня три сына. Вы спрашиваете про старшего? Ну, нет. Котой будет, я не назначаю кто, любой, кто приедет. Любой. Ему будет приятно, что его Россия не забывает. Я говорю про старшего. У него интерес большой к России и к вам и к всему. Вот. Но он не свободный, он же в ванне, поэтому неизвестно, когда ему еще дадут отпуск. И, во-вторых, сегодня напряженка усиливается. Вы сами это знаете. Да. Политическое. Собственно, поэтому с Украины напряженка, поэтому YouTube стал вас кусать старыми историями с Никитой ровно 40 лет, как он в священном сане. В это воскресенье. В это воскресенье. Завтра. И мы пригласили местного митрополита Московской патриархии. Сергия, я когда, позавчера, кажется, отвозил туда ему, тут, Галя загуляет, меня свозила, приглашение. Уже договаривались. Но он где-то в другой стороне, может быть, приедет сегодня. И тогда мы это все снимем. Потому что потеряем, он уже не один раз у нас был. А здесь еще ни разу. То есть у нас все вымерено здесь. Почему ни разу? А теперь он, если приедет, конечно, он со священниками, могут семинаристы быть, певцы. Все это вы тогда увидите. Дело в том, что... Именно на вашей территории, в Барнауле, не в потеряющей. Здесь мы тут рядом, прямо от епархии тут пешком дойти. Понятно. Епархиальный какой-то дом большой. Ну, советская власть отняла. И напротив его прямо большое здание городской администрации. И в этом здании епархиальном-то где? Второе здание городской администрации. Но епархия местная все время стущала, это наше здание, отдайте. Тогда те построили огромные здания для городской администрации, а это здание отдали. И сейчас оно здесь. Епископ перешел митрополит сюда. Ну, около меня прямо рядом теперь совсем. Хорошее соседство. У них магазины. Тут я зашел в один магазин. В магазине сколько-то? Библия одна. Володя, сколько там она стоит? Это 36 тысяч. Одна Библия. Инкрустированная, толстая, с картинками. Ну, посмотрели мы. Поговорили тут, как продают. Большая книжная лавка. Много Библии, канонические, святых отцов, стихи там я поглядел, поэтов. И что интересно, там Игорь Янов, Крестьянкин, Ян Кронштадтский. Ну, все, 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 все до одного сто процентов с бородами. Все сто процентов. Я говорю, а как же у вас безбородые там все-то? Да это не важно. Я говорю, ну, не важно, хоть бы один безбородый был-то. Иконы-то все наши. Поэты-то все наши. А святые отцы не канонизированные, как Крестьянкин, и все до одного с бородой. Ну, зачем вы? Ну, если ты назвался, говорят, груздем, полезай в пузовок-то. Зачем это? Одно с другим. Они как хотят, живут, но это наше. Вы ни на одной иконы не найдете, чтобы человек брился. Старый Николай семейство. Старый Николай и тот с бородой. Это же не Петр Первый. Традиция рушится, к сожалению. Да. И не хотят крестить. Мокрые ладошки по голове. Река рядом, опь. Тут приток ее. Где угодно. Мы ночью тут вызывали священник, он крестил. От обид, там вода не течет, она натекает туда. Все благополучно было. Не хотят. Но если он на ладошке хлопал по лбу, теперь его нигде нельзя крестить полное погружение. Как пищать антихриста. Я говорю, вы что делаете? Ну, вы ему не дали погружение. Но теперь он понял. Он хочет креститься. Никак нельзя. И наконец мы добились, что здесь появился священник прямо в самой епархии, который крестит моченых. Второе крещение. Никакого второго не было. Первого не было. Слово крещение переводится по погружению. Но вы сказали, что все-таки было крещение. Уже это где-то зарегистрировано. Вот это ладошка. Да, зарегистрировано под именем крещение. Но крещения не было. В немецком языке тауфан. Что слово от крест крещение это только в русском и в славянском языке. значение страданий. А везде есть погружение. Скажите, как? Я крестился, как по-английски? Поптайзм. Все? Понимаете? И поэтому разговаривать не надо. Я потом материал Стивену скинул полный по святым отцам, по всему. Я думаю, что он прочитает. А я вам говорила. Я вам говорила. Это неплохо. Он нашел очень старенького священника из американской православной которой именно полное погружение. Так что это будет хорошо. Ну все тогда с Богом. Ну всего хорошего. Удачи вам и сил Божьей помощи. что Бог нас сохранил. Да. вражески. Отходим. Так. Все. Отъехал. Так. Теперь меня как тут выглядит?